Вы любите общаться? Многие девушки, да и пожалуй не только девушки, могут разговаривать по телефону часами. Но как разговаривать долго, если ваш собеседник находится в другом городе или в другой стране? Как поздравить подружку с 8 марта, проживающую за границей, и при этом не потратить ни копейки? Об этом я расскажу вам прямо сейчас. Да-да, сейчас все более популярным стало так называемое видео-онлайн-общение. При этом можно не просто виртуально поболтать с человеком из любой точки мира, переписываясь в чате или по электронной почте, а увидеть родное лицо, услышать близкие вам интонации, голос, эмоции, похвастаться покупками и многое другое. Что для этого нужно? Для общения через интернет вам понадобится устройство, нетбук маленький, очень маленький, легкий, тоненький. Вы можете его с собой брать куда угодно, никакого веса практически не имеют. Очень удобно то, что он без проводов, вы при помощи него подключаться можете в интернете, хоть дома, хоть в кафе, хоть на улице, на лужайку куда-нибудь вышли. Можете смело сесть и выйти на интернет. Нетбук, тоненький, компактный, без проводов, работает в два раза дольше от батареи, чем обычный ноутбук. Но чтобы общаться виртуально, одного ноутбука маловато. Нам необходимо установить программу под названием Skype. Она бесплатная, простая в работе. Разобраться может самый маленький. Чтобы подключить нетбук к сети интернет, нужно специальное устройство. Также нам понадобится устройство модем или точка доступа. Оно не ограничивает вас проводами, вы можете свободно передвигаться по квартире. Нетбук без проводов, модем тоже. Удобство, да и только. Для более качественной передачи видеоизображения нужно еще одно маленькое устройство. Также для Skype нам понадобится веб-камера, при помощи которой можно делать снимки. Очень удобно видео снимать, редактировать. Точно так же различные приложения могут поддерживать. Это тот же Mailagent и другие. Вот в Skype. При помощи него ваш собеседник будет вас очень хорошо видеть. Вы можете с ним общаться. Встроенный микрофон, как правило, в этих устройствах уже есть. И полностью можно проводить видеоконференции с друзьями, с близкими и так далее. Нужно общение ТТТ, чтобы вашего собеседника, кроме вас, никто не слышал? Выход есть. Гарнитура. Также для общения по Skype нам понадобится гарнитура или проще микрофон с наушниками. Это устройство позволяет нам слушать музыку, слушать своего собеседника, не мешая окружающим, если вы находитесь в помещении с кем-то другим. Точно так же оно передает очень качественный звук. При помощи него можно слушать музыку, которую вы сами можете написать, можете редактировать музыку и так далее. Все необходимое собрано. Skype установлен. Теперь можно болтать с друзьями и близкими сколько угодно. При этом можно одновременно общаться с несколькими людьми. Сегодня сделать им приятно, пообщавшись на расстоянии, поздравить любимых женщин с праздником легче легкого. Продолжение следует...